Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Наконец-то я нашла подходящий рецепт, вы давно подобность спрашивали. Это булочки, кстати, они подойдут не только для сосисок. Покажу другую интересную начинку, ну и вместо обычного пресного хлеба они будут просто идеальны. Если вам не пришло уведомление, все дело в вашем колокольчике. Еще раз проверьте вашу подписку и при нажатии на тот самый колокольчик нужно выбрать все уведомления. Только тогда вы ничего не пропустите. 250 мл молока жирностью 1,5% теплого обязательно, температура примерно 38 градусов. 10 г меда, 120 г муки кшеничной, а также 5 г сухих инстантных дрожжей. Размешиваем до полного растворения. Напомню, что под каждым рецептом, под видео, в описании указаны не только ингредиенты в граммах, но и в ложках, а также в стаканах. Все это стараюсь для вас перевести. Поддержите, оценка нравится. Накрываем опару, забудем про нее на 10-15 минут. Спустя это время дрожжи начнут свою работу. Размешиваем пышную массу. Добавляем 5 г соли, 20 г растительного масла, это оливковое. И еще часть подготовленной муки, доводя тесто до консистенции достаточно густой. Не советую сразу высыпать всю муку, заявленную в рецепте, так как она может быть разной. Напишите, пожалуйста, марку вашей муки и в какой стране, городе вы ее используете. Думаю, эта информация будет полезна всем зрителям, так как большинство зрителей с достаточной точностью повторяют все наши рецепты. И вот теперь можно добавлять еще масло, только сливочное, размягченное, 20 г. Вмешивая тщательно, уже руками. Вымешанное тесто должно быть мягким, не липким и эластично-однородным. Накрываем тесто плотно, убираем в тепло для подъема, займет это примерно 60 минут. Но пока будет расти тесто, хочу с вами поделиться рецептом начинки. Для начала смешиваем 30 г кукурузной муки и 1 четвертую чайной ложки соли. Очищенную рыбу, хамси по-турецки, по-нашему анчоусы. Также можно использовать обычную жирную моеву небольшого размера. Обваливаем в смеси муки и соли. Раскладываем аккуратно всю рыбу на пергамент, которым застелили противень. Смазываем хамси оливковым маслом для появления корочки. Запекаем 35 минут в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов. В самом конце видео мы получим булочку с начинкой. Это у нас будет хамси или балык-экмек, что означает рыба в хлебе. К самой начинке мы вернемся чуть позже, так как тесто уже успело подрасти. На слегка припыленную поверхность выкладываем тесто, обязательно обминаем. Вот таким образом, заворачивая в центр. Делим на несколько частей одинаковых. У меня будут достаточно крупные булочки, поэтому делю на 4. Срезы заворачиваем внутрь, округляя кусочки в ровные шарики. Этот момент тоже важен. У нас получается дополнительная обминка самого теста. И впоследствии получим ровные края при раскатке. Также обязательно накрываем все тесто снова. Оно должно отдохнуть. И спустя 10 минут его будет уже удобнее раскатывать. Посмотрите, как оно успело снова вырасти. Немного подсыпаем муку, расплющиваем тесто. Оно уже прямо пышет, образуются пузырьки. Раскатываем достаточно тонко в круглую лепешку. И эту лепешку сворачиваем в трубочку. Делаем это не туго. Тесто должно сворачиваться свободно. Сам шов можно слепить, если хотите. Но помните, если тесто все-таки свернуть очень туго, то оно просто разорвется при выпечке в духовке. Кладем булочки на противень. Этим концом, без склеивания, вниз. Накрываем. Оставляем место для роста. Засекаем ровно 30 минут. Булочки должны увеличиться минимум в два раза. Смазываем булочки хлебные теплой обычной водой для появления цвета румяного. И уже по желанию посыпаем кунжутом. Ставим в заранее разогретую духовку до 250 градусов. Как только ее закрыли, убавляем температуру на 220 градусов. Выпекаем булочки до румяного цвета. 15-17 минут. Может быть 20, если духовка газовая. Смотрите, какие они румяные и очень пышные. Размерчик отлично подойдет для Хамси Экмек. Давайте разрежем одну прямо сейчас. Она еще горячая. Думаю, слова здесь не нужны. Вы и сами все видите. Мясистый помидор нарезаем дольками. Мы снова вернулись к начинке. Также красный лук нарезаем тонкими полукольцами. Еще нам понадобится примерно половина лимона на 4 булочки. Точнее его сок. И листья сочного зеленого салата. Еще горячую булочку разрезаем вдоль, не до конца. Еще раз посмотрите на ее мягкость и пышность. Кладем внутрь листья салата, поверх которых запеченную рыбку. Для сочности дольки помидора, красный лук и все это поливаем соком лимона. Это действительно вкусно и, думаю, даже полезнее, чем хот-доги и гамбургеры. Но при этом также сытно и сочно. Не забывайте ставить нравится, оставлять комментарии. Конечно же делиться этим видео с друзьями. Тем самым вы помогаете развитию канала. За это вам огромное спасибо. Прощаюсь с вами ненадолго. До следующего видео. Пока.